Дорогие братья и сестры, мы сегодня рады, что Господь нам подарил собраться здесь для такого поддела, чтобы в 2-й части дня поучаствовать в архитической мобилизации. Мы также рады, что Господь позволил нам собраться здесь, в этом помещении. И вот эта церковь, которая нам предоставила это помещение, и среди нас находится пастор в поместной церкви, Лусиан Гердолпа, и он сейчас также обратится к нам, скажет нам пожелания, выходит в Слово Божие, и мы приготовимся к тому, чтобы послужить, что Господь хочет нам сказать, также и через... Мы очень рады приветствовать вас, нашего всех, для нас это приветствия, и мы сегодня вас с нами. И желание у него сердца, чтобы мы могли работать вместе для подъединства в нашем городе. Мы одна семья и одна армия. Хотя мы имеем разное наше прошлое, я из итальянцев и россияне. Мы служим тому же Господу Иисусу. Я написал книгу, которая говорит об этом вопросе о единстве среди христиан. И я хотел с вами поделиться некоторыми мыслями в сегодняшнем утро, и мы прочитаем 2-й писал Некийце, 3-я глава, 1-й стих, 2-й писал Некийце, 3-я глава, 1-й стих, 2-й писал Некийце, 3-я глава. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Ваша основная тема для этой конференции записана в 1-е послание, вернее, послание ремня на 1-е жара, 16-й стих. И оно было всегда, «Я не стыжусь благовислования Христова, потому что оно есть сила Божьей спасения всякому берущему, во-первых, в день, потом в день». Апостол Павел подчеркивает здесь силу Евангелия. Мы понимаем, что Евангелие – это добрая есть. И это именно Евангелие Иисуса. Потому что именно через Него мы получаем вот это промазание, которое именно мы получаем через Голубов, и которое именно получило эффективность и силу через воскресение Иисуса Христа. И именно вот эта добрая веса Иисуса, она является силой Божьей. И именно сила Божьей, она нуждается в славе. И именно вот эта сила Божьей, она в ход спасения, что обозначает именно возрождение Духа. И именно это для каждого. И кто захочет. И кто будет веровать. Именно через веру. Именно основная тема этого стиха она именно призывает нас к тому, чтобы мы провозглашали это Евангелие Харьков. И это не должно быть в зависимости от того, какие сопротивления мы имеем внутренне или снаружи. Мы имеем обязательно какое-то сопротивление со стороны врага. И мы также имеем определенные какие-то, то, что отвлекает нас со стороны мира. Но для того, чтобы преодолеть это, так вот как мы и стели в этом салфе вначале, мы должны иметь и поддерживать вот это внутреннее отношение молитвенное. И мы должны молиться до и также во время нашего служения Господу. И вот эта истина, что Евангелие Иисуса Христа является силой Божией, она как раз таки и выражена в послании апостола Павла к фессалоникийцам. И он говорит это с разными сторонами. И это как раз говорит о всех вот этих концепциях, о которых мы сегодня говорили. Именно сила Евангелия для спасения и молитва. И посмотрите внимательно, как Павел собирает это все место вместе в этом послании. И он говорит, итак, молитесь, братья, за нас. Он говорит, молитесь за нас, которые послал Господь на это дело. Именно за служителей. За евангелистов. Те, которые трудятся, рабочих. Те, которые посланы. Сегодня мысли собраны как раз является конференцией служителей. И апостол Павла обращается к церкви. Он говорит, молитесь за нас, братья. И молитесь вот о чем. Он говорит, молитесь о том, чтобы Слово Господнее распространяло свободу. Смысл заложен в том, чтобы именно вот это Слово благовестие, оно могло преодолеть любые препятствия и ограничения. И чтобы оно могло достигнуть всех, которые нуждаются в том, чтобы услышать об этом. И оно должно достигнуть как и у ех, так же и язычников. И говорит, это должно произойти для того, чтобы прославилось имя Господа. Что это обозначает, чтобы Слово Господнее расслабилось? Это обозначает, что это Слово должно произвести жизнь. Это обозначает, что когда это Слово послано, оно должно произвести вот этот окончательный результат. Именно Слово, оно идет вперед, и оно как раз-таки достигает того, на что оно послужит. Оно служит для спасения того, кто слышит его, тогда, когда слушающий отвечает назад. Это так, как вот если семя, посаженное в добрую почву. И он говорит, поэтому, дорогие братья, молитесь за нас, для того, чтобы Слово Божие могло свободно распространяться, чтобы оно преодолело все сопротивления, препятствия, для того, чтобы именно Слово могло расслабиться, чтобы Слово могло достигнуть своей цели и произвести новую жизнь, именно так, как оно и у вас произвело тогда. Он говорит, вы, если сомнительцы, сами по себе являетесь этим примером, когда вы получили это рождение с высшей, через Дух Святой, или Духом Святым, именно через проповедь Евангелия. И когда мы читаем послание Ахостова Павла, Евреям 4, глава 12 стих, и вот здесь говорится, что Слово Божие живо и действенно, и острее, оно проникает, режет, оно также разделяет, и оно как бы также сортирует, и оно именно смотрит в наше сердце. That's the gospel that Paul is talking about. And in Psalm 138, the psalmist said, that thou, O God, have magnified thy word, even above thy name. God has staked his reputation on his word, on his word, his word is true, потому что его слово является истиной, his word never fails, and his word will never return void, and his word will never return void, and you and I, and you and I, have the privilege, имею вот это привиление, to proclaim the word of God, именно провозглашать это слово Божие. И Павел говорит, молитесь за нас, that we are the sent ones, потому что мы те, которые посланы, that the word of God might go on hidden, потому что мы, чтобы слово Божие шло без препятствий, so that the word of God might be glorified, и чтобы слово, оно Господнее, прославилось, и чтобы оно произвело новую жизнь, точно так же, как оно уже произвело новую жизнь в вас, пускай это произойдет, пускай это произойдет как результат вашей встречи, вашего общения. Мы рады приветствовать вас, и пускай Господь благословит вас.